Вестник Кавказа Гия Саралидзе Вестник Кавказа Гия Саралидзе Вестник Кавказа Гия Саралидзе Понятно сыгранного матча, честно говоря, со звездами голландскими, в общем, могли голландские болельщики рассчитывать на большее. Но сказать, что это прямо суперсенсации нет, потому что голландцы играли в группе смерти, так ее называли, и, в общем, по большому счету, произошло то, что произошло. Но вернемся к четвертьфинальным матчам, как они развивались, что интересного в них было. Первый четвертьфинальный матч Чехия-Португалия. Все португальцы наголову выше были чешской команды, собственно, победили они со счетом 1-0, но, честно говоря, у чехов не было вообще никаких шансов в этой игре. Наверное, чехи рассчитывали сыграть основное и дополнительное время в ничью 0-0, не пропустить, и там попытать счастье в серии пенальти. Слава богу, этого не произошло, и победила та команда, которая этого заслуживала. Очень здорово сейчас выглядит Криштиану Роналду. Он после таких первых не очень удачных для себя матчей набрал форму, уверенность, забивает уже три мяча на его счету. И в игре с чехами именно Криштиану Роналду был главной фигурой на поле. Это не умаляет достоинства его партнеров, но все-таки действительно сейчас Роналду выглядит настоящим лидером своей команды. Недаром он забил именно решающий мяч, до этого мог забить еще несколько раз, попадал то в Чеха, то в штанги. Но в любом случае провел выдающийся, на мой взгляд, матч. И если Роналду продолжат так играть, то у португальцев появляются шансы. Впрочем, о них чуть позже. Вторая команда из нашей группы, Греция, ну, можно сказать, дала бой, конечно, немецкой сборной. Ну, и бой относительно весьма, потому что немцы тоже выглядели даже не на голову, пожалуй, на три головы выше греков. Играли раскованно, вообще показали нашей сборной, как надо играть с такого рода командами, которые становятся в защиту, в глухую. Немцы просто разрывали оборону греков, возникали, буквально с первых минут матча возникали моменты опасные. Ничего не могли греки противопоставить, ни жесткостью своей, ни там организации в обороне. Все время немецкие полузащитники, атакующие и нападающие, оказывались в голевых ситуациях. И до поры до времени просто, ну, невезение не давало открыть счет немцам. Впрочем, Лам уже в конце первого тайма забил великолепный мяч. Казалось, что все, на этом игра закончится. Сейчас немцы разнесут просто греков, которые должны были идти и как-то отыгрываться. Впрочем, особо они не спешили этого делать, но отыгрались. Одна редкая контратака закончилась тем, что Самарас забил ответный мяч. И вот здесь было очень интересно посмотреть на немцев. Запаникуют они, ну, потому что играть с таким преимуществом, забить гол и тут же в начале второго тайма пропустить в ответ. Ну, в общем, не каждая команда психологически это может выдержать. Ну, вот наши футболисты не смогли выдержать, когда греки неожиданно открыли счет в том злополучном матче. Но, надо сказать, судей по виду немцев и потому, как они продолжали играть, их вообще не смутило то, что греки отыгрались неожиданно. Такая несправедливость абсолютно никак на них не подействовала. Немцы пошли вперед и буквально через несколько минут опять восстановили статус-кво. Забили сначала один мяч, ну, а потом посыпались уже голы, как из рога забили. В итоге победа немцев 4-2. Великолепная абсолютно команда у немцев. Один из фаворит подтверждает эта команда. Можно сказать, что еще, может быть, таких очень серьезных соперников не было у немцев. Ну, посмотрим. В полуфинале-то точно им предстоит уже довольно серьезная битва. Но немцы сейчас выглядят очень здорово. Еще бы обратил внимание на одну вещь. Тренер немцев Лев на этот матч с греками заменил практически всю свою линию атаки. Это при том, что тот же Гомес, один из лучших сейчас гулядоров чемпионата Европы. Это то, что там прекрасно, есть прекрасные, уже известные нам по чемпионату мира, Мюллер. Это Лукаш Подольский, который тоже один из лучших атакующих футболистов Европы. И вот их Лев меняет на новых игроков. Выходит фактически новая атакующая линия и прекрасно проводит матч. Такое ощущение, что немцы готовы играть двумя составами на этом чемпионате Европы. Ну, посмотрим, что будет дальше. Все-таки такой выбор действительно впечатляет игроков. И да и атаки, да и не только атаки. Испанцы также подтвердили статус фаворитов. Они обыграли французов со счетом 2-0. Французы очень симпатичная команда. Видно, что Ролан Блан, который сейчас тренирует эту сборную, потихоньку выстраивает новую сборную. После того фиаско, которое было на чемпионате мира в ЮАР. Это, конечно, новая сборная. Есть там и, конечно, имена, которые мы знаем. Но вообще это новая команда, которая, вполне возможно, уже к чемпионату мира в Бразилии обретет новые кондиции. Будет среди фаворитов того первенства. Посмотрим. Будем внимательно за ней следить. Очень симпатичная команда. Но испанцы сейчас, конечно, сильнее. Безусловно, этот матч показал. Хотя французы бились. Но все-таки у испанцев запас прочности, конечно, был. И последний четвертьфинальный матч. Италия-Англия. Удивительный этот матч. Во-первых, надо сказать, что в этом матче впервые на этом чемпионате Европы была зафиксирована нулевая ничья. До этого такого не было. Во-вторых, все четвертьфинальные матчи до этого, три четвертьфинальных матча заканчивались в основное время. Вы являли победителя. Этот матч закончился в ничью 0-0. И в дополнительное время тоже впервые на этом чемпионате Европы пробивались после матчевой пенальти. И третье, наверное, это то, что подтвердило факт, что англичане плохо бьют после матчевой пенальти. Это Ахиллесова пита этой сборной уже на протяжении многих-многих лет. И в данном случае ничего не изменилось. Хотя итальянцы неудачно начали серию пенальти, пропустили, не смогли забить второй пенальти, но в итоге все равно победили. Буфон оказался действительно палочкой-выручалочкой этой команды. Но еще одна вещь, которая тоже интересна. Итальянцы, которых всегда поругивают и критикуют за то, что они последовательно играют в такой оборонительный футбол, Котеначо, итальянский термин, который означает вот такую, игры от обороны, на самом деле владели подавляющим преимуществом. Там какой-то невероятный процент владения мяча в пользу итальянцев был. Они, по-моему, если не ошибаюсь, за 120 минут, которые длилась эта игра, 36 или 37 раз били по воротам. У англичан, по-моему, показатель был 9 или 10 ударов. У них действительно были очень острые моменты у ворот англичан. И, по большому счету, итальянцы, конечно, сыграли лучше англичан и заслужили победы в этом матче еще в основное время. То, что англичанам выдался шанс помериться силами с итальянцами в пенальти, это еще большая удача для них. Поэтому, на мой взгляд, в полуфинале мы видим лучшие команды этого чемпионата. Это радует, что не произошло каких-то таких сенсаций со знаком минус, когда команда, которая не заслужила этого, прошла. Итак, у нас две полуфинальные пары. Очень интересные, очень такие увлекательные, на мой взгляд, ждут нас игры. Португальцы будут играть с испанцами. Испанцам, наверное, следует все-таки опасаться. Потому что Криштиано Роналдо разыгрался, есть кому поддержать его в этой команде. Португальцы с каждой игрой на этом чемпионате показывают футболу все лучше и лучшего качества. И поэтому вот так на одной ноге испанцам не обойти португальцев. Очень серьезная, на мой взгляд, будет игра. Посмотрим, как испанцы подтвердят статус фаворитов, который им все-таки оставляют в этой игре. Ну и во втором полуфинале встречаются Италия, Германия. Абсолютный фаворит, на мой взгляд, и не только на мой, в этой паре полуфинальные немцы. Но Италия есть Италия. Это команда, которая на любом турнире всегда готова дойти до финала и выиграть. Поэтому посмотрим. Сейчас немцы, которые играют в атакующий, очень такой праздничный футбол, в зрелищный футбол. Вот они могут столкнуться с итальянцами. И там таких ошибок, которые они допустили в матче с греками, когда позволили сравнять счет грекам, которые по большому счету-то и не атаковали. Вот такие ошибки в игре с Италией очень дорого могут стоить команде Лева. Поэтому интересно будет наблюдать. Хотя фавориты все равно пока определены. Это Испания и Германия. И, наверное, с моей точки зрения, возможно, этого не произойдет. Но если футбольный бог на этот раз будет на стороне все-таки сильнейших по всему турниру, то мы должны увидеть, конечно, суперфинал этого чемпионата Европы. Испания и Германия. Кстати, повторение финала чемпионата Европы прошлого года. И интересно будет посмотреть, кто на этот раз победит. Ну, наверное, на этом все. Уже мы встретимся с вами после того, как пройдут полуфинальные игры, финальные. Уже будем подводить итоги этого чемпионата, говорить о том, оправдались или не оправдались наши ожидания и прогнозы. Но в любом случае самое интересное на чемпионате Европы предстоит вот в эти дни. Поэтому наслаждайтесь футболом. Не забывайте смотреть и читать Вечник Кавказа. Вечник Кавказа